Пожар на Кировском рынке В Самаре подработку имеет каждый пятый трудоустроенный житель города. Сотрудники на удаленке подрабатывают чаще и тратят на дополнительную работу больше времени, чем те, кто ходит на работу. Это выяснили специалисты сервиса по поиску работы. Как показало исследование, подработку имеют 22% респондентов. Сотрудники в возрасте старше 45 лет подрабатывают чаще. Среди тех, кто работает на удаленке, 29% опрошенных имеют дополнительную занятость. Среди горожан, трудящихся на территории работодателя, 22%. По итогам 2023 года в Самарской области ввели в эксплуатацию 1 млн 938 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 102% от установленного планового задания. Об этом сообщили в региональном Минстрое. Самарская область по-прежнему остается в лидерах ПФО по объему жилищного строительства. За последние пять лет в регионе ввели в эксплуатацию более 10 тысяч квадратных метров жилого фонда. С 2019 года свои жилищные условия улучшили более 430 тысяч семей, уточнили в ведомстве. Улучшение жилищных условий граждан и развитие строительной отрасли – приоритетное направление в работе правительства Самарской области, которое ведется по поручению президента России Владимира Путина. Мошенники стали применять новую схему кражи денег через систему быстрых платежей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Суть обмана заключается в том, что потенциальная жертва может оставить заявку на покупку дорогостоящей вещи на сайте магазина. После этого злоумышленник связывается с ней. Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии и даже можно приобрести со скидкой, пояснила Ирина Волк. Условия заключения сделки – оплата покупки через систему быстрых платежей по QR-коду. В случае согласия мошенник присылает в мессенджер ссылку для перечисления средств. После подтверждения покупки деньги отправляются на счет злоумышленника. Ежедневный прием поливитаминов может замедлить старение мозга примерно на два года. К такому выводу пришли зарубежные ученые. В научных исследованиях участвовали более 5000 человек старше 60 лет, которые принимали пищевую добавку с экстрактом какао, поливитамины из 30 компонентов или плацебо. В группе из почти 600 человек удалось установить, что ежедневный прием поливитаминов способствовал улучшению мышления и эпизодической памяти. Так люди лучше вспоминали эпизоды своей биографии, место времени действующих лиц. Их когнитивный возраст в среднем стал на два года меньше, чем у принимавших плацебо. Магнитная буря накроет Землю 23 января, спрогнозировали специалисты Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Астрономы предупреждают, что пики солнечной активности вероятны в 6 и в 12 часов дня по московскому времени. Геомагнитные возмущения будут сохраняться несколько часов. Особенно внимательными в этот день рекомендуют быть метеочувствительным людям. Они могут столкнуться с головными болями, перепадами давления и учащенным сердцебиением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова